Нам обманывать не надо! Позвольте наши вклады! Почти три тысячи человек на площади. Большинство из них пенсионеры, дети войны и ветераны. Звучат военные песни. Но этот митинг не посвящен Дню Победы. Хотя его участники надеются, это еще один шаг к их победе над мошенниками. Людмила Попова в Волга Кредитбанк вложила несколько сотен тысяч рублей. Все, что заработала за всю жизнь. Когда стало известно о бонзове лицензии, пришла за вкладом. На ее счету оказалось меньше 50 тысяч. Стыдно нашим мошенникам, стыдно этим молодым председателям банка Волга Кредит. Молодые люди украли у кого? У пенсионеров. 93% было пенсионеров. И у них украли. Закон о страховании вкладов не находит. Покоронили. Мы его покоронили. Вкладчики уверены, без поддержки коррумпированных чиновников и прикрытие некоторых недобросовестных сотрудников полиции в этом громком деле явно не обошлось. Троим вкладчикам эта афера стоила жизни. Сердцем плохо стало и одной женщине на митинге. У кого есть телефон? Все, тихо-тихо. Вот попить дай. Ну вызовите скорую. Заплатить за такие потери мошенники должны не только рублем. Виновные окажутся за решеткой. Что касается денег обманутых вкладчиков, уже в марте Федеральное агентство по страхованию вкладов начнет выплаты. Сейчас создается рабочая группа при участии Генпрокуратуры, Центробанка и Следственного департамента МВД. Решение по Волгокредитбанку начать выплаты в досудебном порядке беспрецедентное. Решения, которые состоялись, это большая заслуга и инициативной группы, и самих вкладчиков, которые проявили солидарность и организованность. Если у гражданина есть документ, подтверждающий открытие им вклада, наличие на этом вкладе какой-то суммы, которая сегодня не соответствует представленному официальному реестру, условно человек положил 500 тысяч, а сегодня в базе банка показывается только 50 тысяч, то эту недостающую разницу ему будут выплачены в досудебном порядке, при условии, что эти сведения отражены во втором реестре. 80% вкладчиков смогут полностью вернуть свои деньги в течение полутора месяцев. Представители инициативной группы в целом результатом работы довольны. Мы надеемся, что эта процедура будет проходить как можно более адекватно, наверное, как можно более лояльно относительно людей. И по максимуму быстро, конечно, хотелось бы. Мы будем все для этого делать, чтобы ускорить этот процесс. Отдельно будут рассматриваться вклады, которые были сделаны непосредственно перед отзывом лицензии. Таких оказалось не более 20%. Анастасия Зубарева, Максим Госев, События.